Привет, друзья! С вами Владимир Шемет, ваш Тревел Адвайзер. И в этом видео я подготовил для вас очень большую и серьезную новость. Так что подписывайтесь на канал и погнали посмотрим, узнаем, что это за новость. Итак, друзья, сегодня у нас 19 июня 2021 года. Информация появилась в сети еще 18 июня 2021 года вечером. Что за информация? Друзья, Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Значит, что мы имеем? Информация появилась в сети интернет на российских новостных сайтах. Ну, в общем, то, что я, в принципе, никогда не смотрю и не доверяю этой информации. Поэтому я вчера эту информацию и не выложил, и не рассказывал вам ее вчера. Потому что, значит, в сети что появилось? Что Голикова заявила о том, что возобновляется авиасообщение России с Турцией. Что комиссия России проверила, что все в порядке, все, коронавирус отменяется. Короче, граждане России, летите в Турцию! Типа такого. Но в чем суть? Значит, эту информацию я нигде не нашел на официальных источниках. И, соответственно, где-то я не вижу эту информацию на официальных источниках. Это как бы, ну, заводить вас в заблуждение. И будет это или не будет. То есть, как бы, этого делать я не люблю. И не люблю делать там какой-то хайп или еще что-то в этом роде. Потому что в этом видео вы получите очень серьезную информацию. Но только там, дальше, в конце. И, соответственно, как бы, я ждал, пока эта информация появится хоть на каком-то официальном источнике. И сегодня утром, 19 июня, все-таки эта информация появилась. Хоть и на неофициальном сайте Российской Федерации, а на страничке Генерального консульства России в Фейсбуке. О том, что 22-го числа открывается авиасообщение России с Турцией. И, соответственно, российские граждане отправятся на отдых в Турцию. Наконец-то они это получат. Они долго этого ждали. Турция тоже этого долго ждала. Она очень страдала. В принципе, конечно, из того, что я видел, сервис не сильно просел при отсутствии российских туристов. Но все-таки, как бы, он будет лучше, когда Россия полетит. В общем, это однозначно. И что мы получаем? В принципе, как бы, эта информация, если уже размещена на официальном источнике. Все-таки, Фейсбук это официальная страница Генерального консульства. И хоть это не сайт, но все-таки какое-то доверие эта страница у меня вызывает. И все-таки я с доверием отношусь к этой информации. Я еще не успел проверить, поставили ли российские операторы рейсы на Турцию. Но я думаю, они по счетку пальцев это все быстренько сделают. Это не Украина, это Россия. И она решение принимает быстро и все организовывает быстро. Поэтому, в чем суть? В общем, друзья, из России туристы летят. Поэтому российских туристов я поздравляю. Они все-таки отдохнут наконец-то классно, так как и хотели. Украинских туристов я тоже поздравляю. Те, кто долго там крутил носом. Те, кто говорил, что море не морское, вода не водяная, солнце не солнечное. Отель не отельный. То есть, кому-то Wi-Fi был платный. Это было неправильно. Или там чего-то там поляны на шведской линии не было. Чтобы столы ломились, чтобы это все было с такими горами еды. То есть, тем, кому этого всего не хватало. И кто там хотел отдохнуть за 10-15-20 тысяч в пятерочке. Еще и на ультра все включено. Да, такие было. Много туристов. Как бы, но что сделаешь? Как бы, немножко туристы не понимают сути стоимости вопроса. И они надеялись, что они отдохнут там за 20 тысяч в пятерочке на ультра все включено. Ну, друзья, теперь вы и за 40 тысяч не отдохнете в пятерочке хорошей на ультра все включено. В общем, в чем суть? Россия полетит, цены сразу пойдут вверх. Они уже пошли вверх. Вообще, цена пошла вверх. По сравнению с концом мая, начало июня, на текущий момент цена изменилась, наверное, где-то в два раза. То есть, если на начало июня можно было полететь в Турцию на отдых с человека примерно за 100-125 евро на недельку, да, друзья. Можно было, ну, тройку такую самую. Ну, по крайней мере, вы все равно в 100 раз лучше отдохнете, чем в Кирилловке. Ну, представляете, за 100 евро отдохнуть в Турции. Да, это было все возможно в начале июня. Это все было в нашей информационной рассылке, какие выгодные цены и предложения есть на рынке Украины. И многие туристы ехали и круто отдыхали. Те, кто понимали, что они живут сейчас и тут, и что это супер цена. Те, кто крутил носом и тому подобное, они и дальше сейчас крутят. Я не знаю, чем они сейчас будут крутить, но цена вырастет. Она вырастет, реально, как бы. Вот. Об этом сейчас тоже мы поговорим. Значит, теперь им, я не знаю, чем, куда они поедут и что они получат. Потому что, когда поедет Россия, цены, еще раз говорю, поднимутся. В среднем, я думаю, что процентов до 30, это по-любому они поднимутся. Цены на туры в Турцию из Украины. Потому что Россия, она долго думать не будет. Она быстренько выгребет все самое лучшее. То есть, ребят, это топовые отели, цена-качество. Это там Гранд Парк Имер, Гранд Парк Лара, Альвадоны. Вот это все, друзья, все просто вот так. Вот по щелчку пальцев оно уйдет. И там цены на эти отели будут высокие. Вот. Это средний ценовой сегмент. То есть, Россия это любит. И, то есть, ну, я думаю, что те, кто хотел хорошие отели, цена-качество, чтобы, ну, и недорого было, и классно отдохнуть было. Ну, заплатят процентов на 30 больше, как минимум. Если отели не уйдут в 100. Что это означает? Что в отеле не будет свободных номеров. Потому что Германия тоже едет отдыхать. Да, Германия, она любит больше Сиде. То есть, как бы, это все равно отели повыше в бюджете. Ну, германский отдых, он чуть-чуть отличается от отдыха, который любят Россия и Украина. Поэтому, ну, собственно говоря, как бы, в тех регионах, которые любят украинцы и россияне, как бы, германцы есть, немцы есть. Но не в таком количестве, как Сиде. И, соответственно, значит, мы имеем что? Что цена поднимается. То есть, она поднялась сезонно. Вот, по сравнению с началом июня, цена сейчас, вот на вчерашний день, в Турцию можно полететь было на отдых, но это из Харькова. Вот, ну, примерно там 260 евро с человека, это в самую-самую дешевую тройку. Но, с другой стороны, опять-таки, даже самая дешевая тройка, просто вот с закрытыми глазами самая дешевая тройка, это все равно лучше, чем отдых в Кирилловке, Одессе и тому всему подобное. А еще это и дешевле. В принципе, на топовые отели, конечно, цена вырастет. Это осень, оно будет существенно чувствоваться. На какие-то сарайчики, ну, поняли, то есть, это тройки самые дешманские, четверки самые дешманские, пятерки самые дешманские. Я думаю, что-то там, где-то телепатция подгорать как-то, ну, чем-то операторы будут закрывать места, ну, и самое дешманское, ну, будет там, ну, может быть, чуть-чуть дороже, чем было. Но оно будет, то есть, самое дешманское вы возьмете. Но, друзья, тот, кто долго думает, тот платит больше. И платит больше на много. Я же говорю, процентов 30 вашего бюджета станет, как бы, меньше, если вы захотите отохнуть лучше. Вот такая вот ситуация. Почему? Потому что, я же говорю, Россия это все очень быстро делает. То есть, если полетка открылась, она сразу все забронирует, то есть, выгребет самое лучшее. Они это знают, то есть, они не украинцы, они долго не думают, они знают, что хороший сервис стоит денег. То есть, чем меньше вы хотите, как бы, заплатить за отдых, вот, то тем больше вы экономите на качестве питания, на разнообразии питания, на напитках алкогольных, безалкогольных, то есть, на сервисе в отеле. То есть, тут у вас, у туристов, у некоторых, это не во всех, конечно, вот, у некоторых туристов есть такое мировоззрение, что тур сравнивают с ценой на колбасу, либо там на помаду, либо еще на что-то. Возможно, да, в некотором сегменте это и есть такое сходство, но в основном, то есть, в туре, как бы, каждая услуга стоит денег. И чем больше финансирование в отель, тем лучше сервис, лучше питание, лучше, разнообразнее, там, анимация, программа, вот, и напитки алкогольные, безалкогольные, и различные услуги в отеле, в том числе и бесплатный набор услуг. Вот, чем меньше стоимость на тур, на отдых, на отель, тем меньше всего этого. То есть, чем больше вы экономите на отдыхе, тем, как бы, грубо говоря, ниже уровень отдыха вы получаете. Да, не каждому нужен уровень отдыха, там, вот такой вот. Я полностью с вами согласен и очень часто отдыхаю и в тройках, и в четверках, в пятерках, и даже в двойках, друзья. Да, даже в двойках, в двойке. Я на Кипре отдыхал просто в бенч, вот, вот, супер, блин, ну, круто отдохнул. Почему? Потому что я беру от отдыха то, что мне нужно. А мне не всегда нужно, там, золотые унитазы и лакей, который бегает со мной с записной книжечкой, чего я хочу. А хочу я путешествовать, друзья. Вот, когда вы выбираете путешествие, нужно брать правильный отель с правильным расположением и выгодный по цене. Друзья, я вам рассказал, если вы хотите отдохнуть в Турции, украинские туристы, вы хотите отдохнуть в Турции, то, увы, вы уже заплатите больше. И это не от того, что я так придумал, а это из-за того, что так устроен рынок. Долго думали, то и получили. Как говорится, индюк думал, пока в суп не попал. В общем, друзья, в ближайшее время цена уже меняется. То есть, я посмотрел, с вчерашнего дня на сегодняшний день уже есть изменение цены в плане, в том, что она повысилась. Как только полетят первые рейсы из России в Турцию, а это, грубо говоря, через пару дней, вот, цена еще поднимется. И у вас, в принципе, немного времени осталось для того, чтобы, ну, чуть-чуть выгоднее отдохнуть. Поэтому думайте. Чем дольше вы думаете, тем больше вы заплатите за ваш отдых. И еще один такой вот момент организационный. В принципе, как бы, да, то, что потом оно вырастет, это само собой. И если сейчас это бронировать, например, на август месяц, то это, конечно, выгоднее, чем будет потом, даже при том, что если Россия не полетит. Но глубокие бронировки, друзья, глубокие бронировки в нынешних условиях я не совсем приветствую. То есть это, как бы, раннее бронирование и глубокие, то есть дальние даты вылета. Почему? Потому что мы живем, видите, в каком мире, когда все меняется молниеносно по щелчку пальцев. И это все может произойти в любой непредвиденный момент. Тут я тоже на эту ситуацию смотрю так вот. Итак, если вы сейчас хотите забронировать тур, например, на середину августа, то это будет по цене выгоднее. Ну, если еще и правильный хороший отель какой-то вы выбираете, то, соответственно, ну, как бы, ну, если это бюджет ваш полторушка тысяч евро на двоих, то, я думаю, вы сэкономите, ну, 200-300 евро, это по-любому. Но, друзья, если произойдет какая-то непредвиденная ситуация, и что-то там отменится, не полетит, там бомбанет, взорвется или еще что-то, там какой-то новый вирус, а это, в принципе, ожидаемо в нынешних условиях в современном мире, то если вы не полетите, а вы же уже деньги заплатили, и деньги, скорее всего, заморозятся, и они не вернутся вам, вот, а воспользоваться вы этими деньгами сможете при благоприятных условиях, ну, когда будет выполняться, там, полетная программа, туры, отдыхи и все тому подобное. Поэтому, если вы, допустим, хотите сэкономить, но так вот, как бы, и у вас эти полторы тысячи евро, тысячу евро или еще что-то в этом роде, ну, как бы, не жмут вас, что это не последние ваши деньги, в принципе, вы можете, ну, допустить определенный риск, и сэкономить там несколько сотен евро, и бронировать сейчас на конец августа, середину августа и тому подобное. Если вы хотите спать спокойно, как бы, тогда хорошо, окей. Не надо сейчас это бронировать, и, собственно говоря, забронировать это там за неделю, там, за полторы недели до вылета, это будет надежнее. Просто вы заплатите на несколько сотен евро выше, и все. Но зато у вас будет ваше, там, тысяча-полторы евро у вас в кармане, и у вас не будет такой ситуации, что если что-то там изменится, что-то произойдет и не полетит, то ваши деньги где-то зависнут. Поэтому это тоже воспринимайте и относитесь с вниманием к этой информации. Это практически испытано уже на протяжении двух лет, с момента, когда начался этот коронавирус, друзья. И начались эти карусели с заморозками, переносами и тому подобному. В общем, это еще один такой вот момент. Но этот момент касается таких вот, если вы сильно не придираетесь к отелю. Если вы хотите топовые отели, Гранд Парк Кемер, это Альвадоны, это Киликия, там, Пелос Гюнюк, но отели, которые по цене недорогие, а по качеству классные, они будут выгребаться в первую очередь. То есть это, ну, я назвал буквально три отеля, на самом деле их там несколько десятков этих отелей. Вот, я не буду их каждый вам сейчас перечислять в этом видео, потому что, друзья, ну, как бы, ну, все-таки и так уже видео затянулось. Я его хотел максимально коротким информационным сделать. И тут я вам еще раз говорю, если у вас такие отели на примете, то тогда, увы, друзья, их логично все-таки бронировать, ну, хотя бы за месяц до вылета. Тогда цена будет выгоднее и отель будет не в стопе. Потому что эти топовые отели, которые пользуются самым большим спросом, ну, увы, Россия их выгребет, и вы будете отдыхать в каких-то там армосах и тому подобных. Хотя армосы тоже есть неплохие. В общем, друзья, сори, конечно, за формат видео в том, что у меня на заднем фоне площадка, но мы с дочкой вот гуляли. И учитывая то, что у меня не особо есть много времени, чтобы записать это видео где-то у себя в офисе, я решил максимально быстро, оперативно рассказать и подсказать вам на некоторые ваши вопросы, ответы. Сори еще раз за ветер, возможно, который иногда был слышен в этом видео. Но вот так вот получилось. Я гулял со своей, моей любимой доченькой, и решил записать для вас это видео. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях под этим видео. Значит, если вы можете рассказать чего-то интересное, тоже пишите в комментариях под этим видео. И вообще можете просто доставить смайликов, это тоже будет хорошо для этого видео. Друзья, в описании к этому видео будет ссылка на источник в фейсбуке генерального консульства, чтобы вы могли проверить эту информацию. Вот, потому что утром, на момент проверки этой информации, на сайте правительства России, ну, этой информации не было. Как бы ссылку, возможно, на этот сайт я тоже вам, тоже оставлю в этом видео в описании. Кстати, там в описании будет ссылка на рассылку, где вы можете отслеживать самые выгодные предложения по отдыху вообще в любой точке мира, которая открыта. Ну, больше это актуально для граждан Украины, потому что там больше публикуется имена туров, а спеццены на отели, ну, спеццены на отели актуальны, в принципе, и для граждан России. В общем, на этом все. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий, чтобы вы всегда отдыхали так, как хотите, и выгодно. С вами был Владимир Шемин. Подписывайтесь на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. До новых встреч, друзья. Пока-пока.